Салют, я Иван Толмачев, а вы смотрите самый народный канал Дай 5 и шоу Плюс Минус. Ну а сегодня мы поговорим о том, каково это читать мысли других людей. Чтение мыслей достаточно сложная тема, и главная причина, потому что делать это невозможно, а потому и трудно оценить, как будет чтение мыслей работать на практике. Но я уверен, что в разное время, то тут, то там, вам все-таки приходила мысль, что хорошо бы залезть в голову другому человеку. Особенно, если ваш собеседник женщина, не понимая, что именно у них там творится. Ну а сегодня я попробую дать ответ на вопрос, насколько здорово было бы читать мысли людей. Поехали! Минусы. Первый минус. Контроль. Поскольку такая возможность существует пока только в фантастических фильмах, ну и может быть на битве экстрасенсов, мы не можем знать наверняка, как будет построено чтение мыслей. Всем бы хотелось это делать, как профессор Ксавьер, выбирая нужного человека и нужный момент. А представьте, если сделать этого нельзя, и вы будете слышать каждую мысль всех людей вокруг. Думаю, в этом приятного будет мало. Второй минус. Опасность. Умение читать мысли – крайне скрытная способность. Но это не значит, что вас не смогут вычислить. Подумайте сами. Вряд ли вы решите провести жизнь затворником с этой способностью. Я более чем уверен, что вы станете ей пользоваться, а со временем и злоупотреблять, пока ваши таланты не заметят те, с кем вы не хотели бы общаться. Преступные организации или правительства многое отдадут за ваши способности, и с такой же легкостью многое у вас заберут. Третий минус. Лишнее. Вы слышали фразу «неведение – это блаженство». Если не воспринимать ее буквально, как символ невежества, то можно понять, что есть вещи, о которых вам правда лучше не знать. Вместо того, чтобы приводить примеры, я предложу вам вспомнить некоторые из своих мыслей, которые спонтанно возникают в голове, и за которые вам могло быть стыдно. В отношении других людей я даже не говорю о секретах или обмане. Вы просто можете натолкнуться на странную, пугающую или неприятную мысль в уме близкого человека, которая просто не предназначена для других людей. Четвертый минус. Влияние. Чтение чужих мыслей во многом меняет сам подход к общению с людьми. Когда это войдет в привычку, вы будете просматривать сознание других постоянно. Постоянно. Ваши друзья и близкие должны будут жить с постоянным чувством, что вы в любой момент сможете залезть к ним в голову, а это может очень сильно повлиять на ваши отношения. Такие вот получились недостатки. И даже не залезая к вам в голову, я могу с уверенностью сказать, что некоторые из них вы можете оспорить. Но да ладно, давайте перейдем лучше к плюсам. Плюсы. Первый плюс. Безопасность. Возможность читать мысли позволяет получить уверенность в словах людей и защитить себя и близких от лжи. При общении вживую вы не будете обмануты, ведь все темные мыслишки сразу же будут вам видны. Или слышны. Не суть. Вас не сможет обманывать девушка. Вы будете знать, что скрывают консультанты в магазинах или банках. Будущий работодатель не скроет перспективы рабского труда в компании. А представьте, если с этой способностью вы займете важную должность на международной арене. И сколько вы сможете добиться, опережая других политиков, преследующих свои цели. Второй плюс. Выгода. Использовать эту способность можно и не совсем честным образом. Например, заняться азартными играми. Вы всегда будете знать, какая у соперника карта или какой трюк он предпримет. Также ничто не мешает вам блеснуть умом на какой-нибудь викторине, подглядывая в мысли ведущего со всеми ответами. А если вы только учитесь, то подумайте, разве сможет учитель или преподаватель задать вам вопрос, на который вы не ответите? Ведь вы будете знать все, что знает он. Третий плюс. Наука. Возможность читать мысли других людей в правильных руках, или точнее мозгах, может поспособствовать развитию науки. Никому еще не удавалось проникнуть в разум другого человека. Новые знания смогут продвинуть психологию, или вовсе перевернуть представление о ней. Работая совместно над проектом, вам не придется тратить время на объяснение или трактовку. Вы сможете действовать на результат. И кто знает, каким успехом в научной среде это приведет. Итак, минусов вышло больше. Я знаю, что частенько хочется иметь такие возможности. Но все-таки, по большому счету, пожалуй, недостатков у этого действительно больше. Ну а сейчас давайте посмотрим, что думают об этом участники нашей группы. По результатам вашего голосования, из 16 тысяч участников, 66% считают, что плюсов больше. На этом все. Минутку. Пришла коробка от Bit7. У них самый чистый звук и самый высокий уровень комфорта. А покупая наушники на Bit7.ru, вы также получаете энергетический браслет Power Balance, MP3 Player, акустическую систему Beatbox и внутриканальные наушники BeatStore. А на этом действительно все. Спасибо всем, кто посмотрел ролик. Не забудьте подписаться на канал и вступить в группу ВКонтакте. До свидания. Подпишись на канал, а пока посмотри плюсы и минусы ношения бороды и топ-5 лысых знаменитостей. Подпишись на канал, а пока посмотри плюсы и минусы ношения бороды и топ-5 лысых знаменитостей.